друзья здравствуйте поработав немного хорошей интересной игрушкой от хайкоки это у нас бесщеточный перфоратор решил немного отдать отдохнуть соседям и сам немножко передохнуть и решил рассказать вам о интересном аккумуляторном рубанке от этерскол недавно вышел обзор у евгений белгород на этот рубанок и он не дал чтобы я его погонял по тесту найти его слабые лучшие стороны посмотреть как он вообще в работе все такое прочее и давайте мы сделаем выводы в конце видео и я немножко расскажу как вообще правильно работать рубанком когда вы работаете рубанком любым надо сначала опустить переднюю который регулируется по высоте на саму заготовку потом включаете рубанок и начинаете работать надавливая на переднюю ручку и ведя задней потом когда при выходе вы задней подошвы выводите когда уже ножи освобождаются вы отключаете рубанок дальше смотрите когда вы вот ведете по заготовке и чтобы допустим вам нужно срочно отлучиться там или что-то отвлечься там кто-то попросила что там и чтобы на заготовка не было никаких волн перепадов вы просто останавливаете рубанок чуть назад отводите и выключаете его потом когда чтобы продолжить работать вы опять же ножами не доходите чуть до конца опускаете включаете рубанок и чуть продвигаете начинает работать и даже потом после этого перепад где был взять поставить линейку у нас видно что заготовка идеально ровно со струн как пройдено и очищено если допустим большая заготовка и рубанок за один проход не справляется то ничего страшного если допустим один раз пройти потом рядом еще раз пройти то ближайшем рассмотрении уголок смотрим он как пляшет то есть получается посередине как бугорок идет чтобы этого не было мы проходим один раз по линии второй раз мы потом регулировку делаем на максимальную глубину это нам чтобы передняя пятка который регулирует глубину не мешало и потом берем рубанок и по диагонали проходим то есть мы давим просто на ручку заднюю часть рубанка как основу именно ей проводим по уже струганом у основанию и у нас получается идеально подготовлена поверхность до проблема есть небольшая когда вводишь рубанок у нас самого края есть ступенька которую можно также избавиться или пройти обратно рубанком или чуть-чуть поперек и тоже можно избавиться от этого перепада вот вот эти все хитрости которыми я хотел поделиться которыми я часто пользуюсь и делаю именно так а так теперь друзья давайте немного расскажу о самом рубанке что я думаю я поработал одинаково и с пылесосом и без пылесоса когда работаете без пылесоса самое главное да это хоть и стружка все это надо всегда девять распиратор то есть без распиратора у вас орган дыхания очень быстро забьются также очки или же использовать хорошую мощное переудаление если использовать пылесос это как разовая акция я считаю что пылесос будет очень быстро забиваться стружками так как это трубанок довольно производительный и будьте постоянно бегать там менять очищать сам сам пылесос где он сохраняется вот эта стружка поэтому я работал в начале с пылесосом в конце я работал без него и также я насыпал туда стружку и включил рубанок проверить на забиваемость тут довольно хорошие большие обороты и стружку всю просто выдуло из плюсов что я заметил он довольно легкий три с половиной килограмма и им очень удобно будет работать с маленькими заготовками также срезать фаску потому что рука не устанет с более тяжем это нара более большие заготовки дела также он достаточно хорошо справляется с большими площадями на фоне этого бруса вот я по работу очень доволен прямые конкуренты интерского это у нас vortex и райобе то есть у них практически одинаковая цена но из этих двух выбирать инструментов конечно же interscore на голову высших обоих также я использую 4 амперный аккумулятор вот тут же очень удобно спрятана то есть никаких шестигранников ничего ключики ключик конечно минус я тогда движение говорил вот здесь ключ болтается или лучше другой ключ подобрать получше какое-то его можно также обрезать сюда засунуть или же гайки ну гайками нара проблем не очень ключ подобрать также здесь когда я настраивал ножи кстати вот эти все манипуляции забыл сказать нужно делать при правильно настроенных ножах то есть ножи должны то есть не вот этой а вот этой пятки то есть берете когда он сейчас вот смотрите линейкой он и не должен цеплять и не должен и не должен между ними быть просвет это самое обязательно то есть тогда вот эти показания от нуля до двух миллиметров с шагом в 01 миллиметр будут более точно то есть вы уже можете нужны вам глубину это убирать и что заметил когда я регулировал уже выставил сами ножи шестигранником они регулируются начинаю гайки закручивать ножи чуть-чуть приподнимаются то есть вы чуть гайки когда фиксируйте гайками как зажимаете проверяйте сразу на жизнь приподнялись то опять надо дорегулировать так чтобы это все было идеально да это опытный очень тяжелый трудоемкий процесс то есть надо много терпения но если вы хотите работать данным рубанком и добиваться каких-то хороших отличных результатов вы сможете все главное настроить ножи здесь также из плюсов переключения то есть не надо никакие заглушки бывает очень много даже топовые производители как макита у них вставляется заглушка мне вот это больше понравилось система сам по себе он очень легкий компактный здесь я с ним поработал час я поработала не скажу что я прям постоянно брал так вот стругал шлифовал нет стружки достаточно много там еще в коробке если на полу но аккумулятор это старый аккумулятор тут индикатора нету невозможно посмотреть но он еще работает тянет зарядка здесь к нему полноценная в комплекте он идет без зарядки также огромный огромный плюс вот это вот такая пяточка то есть на пятке стоит такая штучка которая щелкивается и вот даже его если не отключая то даже даже еще не успели остановиться он у вас никуда не пойдет и не испортит заготовку также мне понравилось плавный пуск короче он там стоит около шести с половиной 7000 это затушку это довольно и нормальная цена если также у вас есть аккумулятор есть у вас зарядка почему бы его не купить потому что таким пиро это рубанком очень удобно везде подлезть пролезть не надо большой тянуть провода и вообще противник проводов у меня редко какой инструмент нравится на проводах я стараюсь все переходить на аккумуляторы также кому бы я еще посоветовал если вы работаете не постоянно рубанком рубанок вам нужен как разова акция но он должен быть почему бы не купить вот этот я допустим сижу на довольте я работаю постоянным из постоянно инструментов именно довольна потому что мне нравится доволен но если я сейчас куплю рубанок за 22000 довольтовский и допустим он мне будет нужен раз в год или два раза в год примеру говорю то нахрен такой нужен а так допустим вот это взял за 6000 взял небольшой шуруповерт интер сколовский тоже недорогой там можно короче грубо говоря в 10-12 тысяч выложиться там уже аккумулятор есть и почему бы не работать экономно уже в два раза кроме этого шуруповерт можно другу по и не знаю кому хотите ну вот поэтому я считаю если вы работаете каким-то инструментом вам нужен какой-то разовый инструмент почему бы не купить попроще подешевле тем более я считаю достаточно нормальный думаю понравился по крайней мере допустим vortex мне не понравился райобе не знаю райобе как-то в руках подержал как-то не очень поэтому смотрите сами выбирайте сами я сказал свое мнение как я считаю если вы считаете по-другому пишите в комментариях кому понравилось данное видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до новых встреч до свидания